Всем привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим в бой на несколько каточек ВТ-АУФ-ПЗ-4. Это последний рывок перед грилем, это последняя ПТ-шечка перед великолепной десяткой. Это девятый уровень немецкой ветки ПТ, один из нескольких, которые там представлены. Итак, Германия. Представлена в виде ПТ по двум направлениям. Как я уже говорил, в любом случае вам для того, чтобы добраться до гриля, придется пройти всех, начиная от Нашхорна и заканчивая Вафентраген. Она же Вафелька. Что необходимо отметить по данной ПТ-шечке? Данная ПТ-шечка, она имеет 4 орудия на выбор, и сегодня мы кратенько этот вопрос затронем. Причем нижние 2 орудия не являются обязательными для открытия, для того, чтобы попасть на десятку. Эти орудия открываются вами для того, чтобы больше ощутить фана, если сама Вафелька вам, в принципе, зашла, как ПТ-шечка на девятом уровне. Что касается орудий. Если это орудие мы в учет брать не будем, оно проходное. Откровенно говоря, я не помню уже, сколько стоит опыта открыть вот эти орудия, но зачем-то я это, в принципе, сделал. Что хотелось бы сказать о этом орудии и о этом орудии. Одно орудие 12,8 см, второе орудие 15 см, то есть калибр второго орудия поболе, и что оно дает? Оно дает 600 разового урона, что является довольно неплохим для девятки, как для ПТ и тем более для картонного, но оно дает 13,5 секунд перезарядки. А это, ребята, немало. Это очень немало, с учетом того, что вы на девятом уровне играете на картоне, слепленном, ну я не знаю там из чего, по сути, по пье-маше. Итак, что же касается вот этого орудия. Это орудие, оно более веселое, по крайней мере, по моему субъективному мнению. Почему? Вы теряете, безусловно, в наносимом уроне, причем теряете 140 единиц, а это немало. Но вы получаете все равно 460 единиц урона, выше бронепробития и ускорение вашей перезарядки аж на 4 секунды. А в боях на девятках это довольно существенно, особенно играя на расстоянии. А на ней на расстоянии играть придется, как я уже сказал, это по пье-маше. Таким образом, 9 секунд перезарядки, большее количество урона в минуту, если вы сможете выцеливать, а значит вам, в принципе, к этой цифре добраться гораздо проще, чем на вот этой пушке добраться к вот этой цифре. Почему? Да потому что вы будете быстрее перезаряжаться и иметь возможность все-таки успеть еще раз в кого-то кинуть 1 или 2 шота, пока враги не разбежались, или особенно, если им некуда бежать. Итак, мы скатнем сейчас на альтернативном орудии, которое вы можете не открывать для того, чтобы попасть в грилю, оно не является обязательным. Посмотрим, что это орудие вам дает в бою, какие ощущения от игры, и вернемся к вот этому орудию L-61, которое все-таки необходимо будет прокачать для того, чтобы открыть впоследствии гриля. Давайте закатимся в бой. Итак, ПТ-шечка. ПТ-шечка довольно шустренькая, у нее довольно неплохая скорость. Из тех, кого можно встретить в рандоме, как правило, она спорит, скажем так, за ПТ-шечку на 9 уровне с еще одной ПТ-шечкой в ветке Германии, которая является чуть-чуть помедленнее по скорости передвижения, и, безусловно, очень часто встречаются из серии Бабахи, либо АТ-7, либо Тортоис. И те, и другие ПТ-шки, они являются более медлительными, чем это, но имеют больше бронирования, чем наша вафелька. Таким образом, на данной ПТ-шечке приходится находиться на определенного рода расстоянии от врага, для того, чтобы не отхватывать. То же самое в ВЗ-111 ГФТ, который мы сейчас видим с вами на экран, его бронирование, оно и то является более фартовым принимать рикошеты и непробития, чем у этой вафельки. То есть в нее залетает, в принципе, все, что будет выпущено врагом. Так, я думаю, нам немножко надо поддержать наш тыл. Так, чтобы к нам со спины не добрались, посмотрим, что там делает Дефендер, потому что наш АМХ немножко застрял. Особенно с его скоростью перезарядки Дефендер, безусловно, имеет преимущество перед АМХом, да и скорость передвижения другая. Углы наводки. Углы наводки, ну, крайне-крайне смущают. Я, честно говоря, не помню, что там написано по цифрам. В ТТХ посмотрим сейчас, когда выйдем из боя. Но в целом сказать, что они прям являются комфортными, нет. Особенно, если ты играешь лицом вперед. Если ты поворачиваешься вбок, да, безусловно, углы наводки становятся более приемлемыми для игры. Ну и хотелось бы еще отметить, что у этой ПТшечки, у нее есть поворачиваемая башенка, что позволяет нам вот так вот подъехать и испортить настроение, допустим, тому же ИСУ-152. Ну, вот как-то так. Итак, вернемся к вопросу бронирования. Бронирования нет. Как видите, шьют ее и в морду, и в башню, потому что, в принципе, ни там, ни там железа как такового нет. Ну, в принципе, с учетом ее подвижности, с учетом ее скорости перезарядки в неполных 14 секунд на этом орудии и наносимым уроном в 600 единиц, ребят, ну, было бы странно, если бы нам еще и брони насыпали. Посмотрим результаты боя. Итак, результаты боя. 1700 единиц урона. Заблокированного урона 640, но это нам исключительно где-то как-то повезло. Что касается по кредитам, 6000 кредитов, то есть фармить, безусловно, на ПТшечке на этой вы ничего не сможете. Ну, а в общей статистике по результату боя мы находимся на третьем месте и сделали с вами два, мне кажется, честных фрага. Ну, если не считать, безусловно, там, первые СТшки. СТшка была понадобранная, но все равно нашего орудия хватило для того, чтобы за шот вынести, сделать два фрага. По-моему, нам даже дизлайк, да, поставил кто-то. Ну, спасибо большое. Хотя мы, в принципе, с вами старались. Окей, ребят, давайте закатимся тогда. А, сейчас, секунду. Мы с вами договаривались, что посмотрим ТТХ по орудию. Итак, наклоны вниз 10 и вверх 15. Ну, вверх неплохо. 10 вниз, как бы, чуть-чуть хотелось бы, конечно, получше. Или это вообще не указывают. 10 это максималка, когда ты поворачиваешь башню в какую-то из сторон. Не знаю. Ну, вот как-то приблизительно так. Мы держались в виде танка поддержки. В принципе, что и должен делать ПТ в любом бою. Это не танк прорыва, это танк поддержки по засветам СТЛТ. И это танк поддержки ТТшек, которые пытаются продавить фланг. Запасемся сейчас с вами голдовыми снарядиками. На всякий случай возьмем с собой десяток. Остальное добавим обычными бронебойными. Так, применяем. Ну и полетели в следующую каточку. Итак, зашли мы в следующую катку. Смотрим, что у нас. У нас есть 3 ТТ. У нас есть бабаха у врага. У нас есть очень медленный у них Тортоис. Ну, сейчас посмотрим. Как видите, это орудие более длинные. Углы наводки вниз, мне кажется, такие же, по крайней мере, по ощущениям. Сейчас посмотрим, что они. Вниз вот так. Вот вниз вот так. Ну, вот вообще очень хорошо играть. Где-то с какого-то холма. Просто красота. Скорость перезарядки у нас, как мы видим, снизилась до 9. Сейчас мы посмотрим, насколько с этим орудием комфортнее, либо некомфортнее играть. Мне, честно говоря, вот для удовольствия, больше все-таки нравится вот это орудие. Как я уже сказал, мне больше нравится чаще стрелять, пускай даже меньше наносить урона. Сейчас попробуем выбраться вот сюда и вот так вот насыпать сразу 430 раз. Сейчас у нас явно будет сватиться. Попробуем еще разок. Не получилось. Пожадничаем? А зря. Так, нам потихоньку надо откатываться. Не вижу от света тортоис. А, тортоис отсветился. Значит, он не на нашей линии. Это уже неплохо. Пробитие. Ну, не фонтан, но довольно неплохо. Надо уходить. Пузыница восстановлена, можно ехать. Пробил. И если нам сейчас повезет, то ИС наш должен добрать ФВ, и тогда мы сможем еще с вами поиграть. Нет, не повезло. Не считаю, честно говоря, ребят, этот бой показательным для данного орудия. Сейчас, если бой быстро закончится, попробуем закатиться еще в один. В любом случае, что хотелось бы, пока бой заканчивается, отметить, что вернуться можно к тем словам, которые я говорил изначально. Данная ПТшечка, в отличие, допустим, от Яги Е100, которую мы сейчас видим на экране, это не танк прорыва, это не танк продавить какую-то линию. Брони у нее нет совсем. Как показала наша стычка с ФВ, в нас залетает полностью все, и непробития встречаются на этой ПТшечке крайне редко. Тот же самый, не знаю, Тор Тойс, он куда живучий в боях, чем эта ПТ. Даже не буду смотреть результаты боя, сразу закатимся еще в один. Так, ребят, мы в топе, это уже неплохо, но все равно будем держаться подальше. Я думаю, что мы могли бы вот так вот немножко подъехать, попытаться поработать под засветом СТшек, если что, мы попробуем вклиниться на расстоянии на линию ТТ. Башенка, как я говорил, поворачивается, а значит, на таких позициях, как мосты, какие-то улочки, играть гораздо комфортнее, чем на обычных ПТшках, у которых башни нет, и орудие смотрит исключительно вперед. Нет у нас засвета по линии СТ. Продолжение следует... Так, ну это наш шанс помочь команде. Не повезло нам, абсолютно не повезло. В принципе, должно было быть пробитие. Т-34 сейчас я много берет эту... ТТшечку вражескую. Нам просто не повезло. Орудие повреждено. Точность репост снижена. Ну вот, выезжая наверх из-за холма, можете смело рассчитывать на то, что вы не дотянете своими углами наводки. Уж слишком длинный ствол и показатели крайне маленькие. Очень не везет. Отправляемся обратно в угар. Ну, ребят, я думаю, что на этом можно заканчивать. Не будем смотреть результата боя. Такая вот она вафелька на 9 уровне. В руках не статиста с количеством побед менее 50%. И, как я часто говорю, мой канал и мои обзоры имеют прицел лишь на то, чтобы показать, как эти танчики играются в руках среднестатистического игрока-танкиста, который не является скилловым игроком. Вот так она будет играться у вас в руках, если вы имеете менее 50% побед. Всех благ вам. Возвращайтесь на канал. Ставьте лайки видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Я буду всегда рад вам на моих стримах и на моих обзорах. Всех благ. Играйте в танчики. Получайте кайф.